друзья мои до конца 2023 года осталось буквально пару дней и вот этим видео я хочу подвести итоги мото сезона 2023 если коротко сказать мото сезон выдался довольно насыщенным активным очень много впечатлений много поездок и кроме всех этих поездок я еще делал своему мотоциклу большое техническое обслуживание вот с технического обслуживания начнем что я сделал в прошлом году я поменял на своем мотоцикле резину штатную у меня стояла бридж стоун battle wing на ней откатал 21000 что в принципе неплохой показатель резина неплохая но есть получше поэтому в прошлом году я взял попробовать пирелли скорпион стрел 2 и вот эта резина мне нравится больше я на ней уже к началу сезона 2023 года откатал около 5000 дома стирается быстрее немножко но и держит она лучше и чуть-чуть лучше на бездорожье себя показывает за зиму я прикупил все запчасти мануал у меня сервисный есть руки есть ну и весной я начал большое техническое обслуживание которое положено honda nc 750 x на двадцати четырех тысячах первым делом как я всегда делаю весной перед сезоном я заменил моторное масло и масляный фильтр это довольно простая процедура которая делаю каждый год процедуру которую я делаю раз два года я поменял тормозную жидкость купил оригинальную ате дот 4 поменял впереди и сзади проблем тоже не вызывает третье 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 операция которая дела согласно мануалу это была проверка свечей зажигания вот на honda они очень легко выкручивается на н цехе выкрутил посмотрел померил зазоры оценил внешний вид все было отлично закрутил обратно четвертая операция которая уже потребовала немножко разобрать мотоцикл пластик но не сложно в принципе да это замена воздушного фильтра поменял воздушный фильтр без проблем пятая операция у меня было уже мои звезды особенно ведущая звезда уже подошла но довольно такому износу уже саблевидные такие зубья у нее показались и я поменял обе звезды и ведущую и ведомую и поставил новую цепочку от дида вот ну и самое сложное наверное самые сложные операции это было регулировка зазоров клапанов ну всех она немножко пугает но в принципе honda это такой мотоцикл что там ничего сложного я все это сделал ну и параллельно там надо снимать радиаторы снимать антифриз и заодно поменял антифриз антифриз покупал оригинальный вот в магазине honda у дилера ну и зазоры клапанов в принципе проверил они были в норме один зазор подрегулировал немножко так можно было не регулировать они они находились норме ну вот такие операции я делал перед началом сезона со своим мотоциклом хочу отметить что все эти видео у меня есть на канале так что друзья мои если кому-то надо заходите смотрите ссылку кину в описании к этому видео потому что я считаю что mc это такой мотоцикл который вам позволяет все это делать своими руками ну сервисный мануал нужен нужны запчасти и нужны руки поэтому смотрите эти видео если кому-то пригодится тогда я буду считать что миссия выполнена зачем все я это делал вот ну и вторая часть подведения итогов первая у нас такая техническая да была вторая это куда я ездил я не буду считать сейчас поездки такие однодневные их было много а я попробую посчитать многодневные поездки поэтому во второй части мы поговорим ну куда же я ездил и какие у меня впечатления от этих поездок кстати все видео тоже есть на канале о поездках и вы сможете свободное время в долгие зимние вечера посмотреть кто не видел поэтому я такое обобщение делаю об этом говорим во второй части